В программе, которая выходит по выходным на канале 16, называется Пока пьем кофе, я и Сергей Колцев, шеф-повар ресторана Prime, частенько пьем кофе Ну, в общем, собственно, в этом суть той программы И вот сегодня я решил наконец-то узнать, откуда же этот кофе попадает к нам на стол И отправился в кафе Prime, чтобы попробовать на себе профессию баристы Пойдемте! Вообще интересно попадать в место, где еще до тебя сегодня никто не был Столы абсолютно пустые, главное уже чистые То есть, скорее всего, меня не заставят их мыть Это прекрасно Класс! Ну, а рассказывает мне сегодня все премудрости этой профессии Будет мне бариста Наталья Наталья, привет! Здравствуй! Наташа, скажи, пожалуйста, с чего начинается рабочий день баристы, когда дверь еще закрыта На кухне еще только разжигают мангалы и печи С чего начинает бариста? Рабочий день начинается с того, чтобы хотя бы включить кофемашину, чтобы она прогрелась Если мы откроем дверь и у нас будет кофемашина не прогрета, гостям это не понравится Ну, в общем-то, тогда я пошел включать кофемашину, потому что надо сделать все, чтобы гостям понравилось Стой! Нужно сначала одеть фартук, чистота прежде всего Отлично! Неси! Все, Наташ, я, в общем-то, как бы готов Пойдем включать кофемашину Пойдем! А то гости придут, а мы с тобой не готовы Я же практически в святая святых всех тех, кто любит кофе Наташа, что это за машина, потому что на ней какое-то огромное количество кнопок Как ты это все понимаешь? И где вообще кнопка вкл? Кнопка включения находится вот здесь, вот ниже Все остальные кнопочки, они предназначены для варения именно определенного какого-то кофе То есть, по большому счету, современный варист это человек, который должен разобраться просто с этой машиной Типа, ребята, держите, я вот взял кружку, поставил, двойной экспрессо, кнопку нажал, тройной экспрессо Или как? Не совсем Есть чисто черный кофе, который, да, действительно возможно варить вот таким вот методом А есть кофе, то, которое нужно сделать своими ручками Да ладно Ну давай начнем с простого, я, пожалуй, включу вот это, надо повернуть Да Куда? На первую? На два оборота Включили, машина греется А что означают вот эти вот все кнопки, что надо понимать, чтобы работать с баристой? Смотри, допустим, чтобы тебе понять, какая температура у кофемашины Для того, чтобы можно было уже начинать работать Ты можешь посмотреть вот здесь вот, на этом табло Так Температура машины должна достигать 120 градусов В общем-то, вы знаете, ничего пока сложного не увидел, но, наверное, это просто пока Скажи, пожалуйста, что вы делаете, если люди подходят сюда вот в мотацию и говорят Сделайте-ка мне экспрессо Вот экспрессо и все тут Если ты знаешь своих постоянных гостей, то ты как бы уже можешь сказать там Переисправить, что не экспрессо, а правильно говорится Вообще, конечно, я обычно подхожу именно вот с этой стороны Со стороны клиента Поэтому, Наташа, представь, что я клиент и прошу сделать мне, ну, допустим, капучино Допустим, американо Что после этого начинает делать бариста? Допустим, если мы начинаем с американо, нам достаточно подойти к кофемолке, засыпать кофе для того, чтобы мы его намололи Если мы будем готовить капучино, то нам для этого нужно будет еще достать молоко, варить пенку Это пенка Вот и сделай мне американо, пожалуйста Не-не-не, стоп, заходи и пробуй его делать сам А вообще, Наташа, пока я буду сейчас готовить себе американо Скажи мне, пожалуйста, вот я, если я с той стороны стою Я в большей степени для тех, кто официанты, бармены, баристы Я больше для них кто? Клиент, который принес деньги Или гость, которому они рады? Вот как этот момент? Есть какой-то нюанс? Как вы правильно называете людей, которые стоят с той стороны? Людей, которые стоят с той стороны, мы считаем гостями Потому что мы приходим, мы встречаем их с теплотой, с радостью и с любовью готовим им кофе Ты мне сказала, что надо засыпать в кофемолку кофе Где я могу взять кофе на этой кухне? Можешь приоткрыть вот эту вот дверочку Святая святых, друзья-леди Можно взять любой пакет, они все одинаковые? Любой, они все одинаковые, разгромовка идет одна и та же Первый этап приготовления вкусного кофе Открываем кофемолку и заполняем До какого уровня сыпать, Наталья? Можно насыпать достаточно вот такого вот уровня Примерно под крышку Зерна засыпаны, где-то под боком явно должна быть мусорка Вот она Вот она Дальше что надо вставить, что надо нажать? Если мы с тобой будем сейчас пробовать варить американо То нам достаточно взять рожок и поставить его намолоть кофе Американо идет с двойной забивкой Двойная забивка у нас указывается вот здесь Сенсорное управление, сенсорное Ну все, теперь аккуратненько отводим Берешь этот рожок Так Там есть отверстие, в которое ты Да я должен не попасть Все, теперь поворачиваешь И все? Затягивай поплотнее Какую кнопку жмакать, чтобы... Смотри, вот эта вот кнопка у нас идет Вот эту вот кнопочку Жмем? Жмем? Жмем, нажимаем Все? Это все? Тут же должна быть полная кружка Подожди, ты ошибаешься Этот кофе, он крепкий Американо, он должен быть достаточно нейтральным кофе Что-то между двойным эспрессо и крепким, вот прям таким ядреным кофе Ну все, Ваня, пойду на льго водички Так, американо, у меня получился, в общем, ничего сложного в нем не было Давай что-нибудь посложнее, Наташа Давай капучино или латте, что-нибудь такое, чтобы прям еще что-нибудь нарисовать Давай попробуем капучино, если ты хочешь нарисовать Давай Прижать Как они делают? Хоп-хоп-хоп Постучать И снова прижать Я запутался в этих кружках огромное количество Какую взять для капучино? Смотри, берешь вот эту вот Вот эту 200 миллилитров Подставляем ее И жмем Жмем правильно, ты сам уже выбрал Ты почти опытный бариста Наташа, ты что, опять все? Это опять все Так Хорошо, можно пока здесь оставить? Теперь пока оставь здесь, да Тебе нужно для того, чтобы сварить капучино Я помню вот это обычно Я полюблю капучино, поэтому я Нужу вот такой вот Это называется питчер Питчер? Питчер Молоко мы наливаем по краешек носика Насколько я помню, дальше вот это вот изгиб гитары желтой берется Этот изгиб гитары желтой называется параотвод Если ты достаточно глубоко опустишь параотвод У тебя оно не вспенится, оно у тебя просто вскипятится И будет не пенка А кипяченое молоко Да, непонятно какое молоко Насколько надо погрузить? Смотри, погружаем его только вот по носик Вот, все, достаточно Наталья опасно связывается Отстучит так, что с такой-то бицухой Итак, получилось как безешка в жидком виде Так, Наташа, дальше что делать с ней? Смотри, для следующего этапа мы берем кружечку, чтобы залить пенку Как заливается пенка? Пенка заливается резкими движениями, выливанием, но только пенки Ты хочешь нарисовать, да? Я хочу нарисовать Для этого нам понадобится вот этот вот топпинг Топпинг это типа... Типа соуса Типа соуса Так, хорошо Бери топпинг Давай Открывай крышку Открываешь, да, крышечку приоткрываем Не сюда, да? Просто из центра Да А теперь давай я тебе покажу, как это делается быстро и красиво Погнали Я вам хочу сказать, авторитетно заявляю, что кофе, который приготовил ей, который приготовил Наташа Отличаются по вкусу, хотя делали из одного и того же молока Делали с тем же самым топпингом И лили ту же самую воду Но здесь чувствуется любовь Наташа, скажи, пожалуйста, получилось ли у меня что-нибудь из профессии бариста? Получилось, в принципе, неплохо, но нужно еще немножко потренироваться, и дело будет тебе по плечу Спасибо тебе большое Пожалуйста Это было круто Это было круто Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова